А ты уже поставил, когда мы работаем? Мы уже пишем давно. А, да! Ну ладно. Всем привет, вы на канале ГАЗ. И сегодня в преддверии старта МФЛ-3 мы будем обсуждать с такими гостями, как Герман Эль Классика, Артемий Фордо Резор и любитель Родины Витя Блатов. Обожатель, главный обожатель Родины. Ну что, Витя, как дела? Все прекрасно, у тебя как дела? Витя, лучше, чем у тебя, мне кажется. Почему? Ну, не знаю. Я каждый день вижу. Не знаю, просто хочется принизить тебя с ничего вообще в самом начале расположить. Не знаю, я буду с тобой против них. А что ты меня взявленный, у него новость хорошая. Вот против него могу с тобой. У меня тоже хорошая. Какая? Потому что тебя отстранили, блин, Атанусь. Работы отстранили за интерьер. Нет, серьезные мужчины. Какие ожидания от МФЛ-3? Герман, расскажи, Герман, какие ожидания? У меня положительные. Я закончил с футболом и буду смотреть, как вот эти вот замечательные мужчины будут играть на медиалиге и надеюсь, что... Я буду весело болеть за ребят, переживать и постараюсь очень много эмоций дать. Ну, потому что вот как-то сейчас идут эмоции, я на бровке очень сильно переживаю. Вот, поэтому буду заниматься... Подожди, ты убил себя футболиста. Вот, метр футболиста. Я думаю, да. То есть, если даже с народной командой будет пенальти, ты не выйдешь и не будешь его бить? Да я не буду свои вещи брать на народную. Ну, то есть, в третьем сезоне мы тебя не увидим на поле? Не, ну, возможно, увидите, если... Ну, во-первых, ну, опять же, я люблю футбол. Есть большие стадионы, есть, возможно, соперники, которые после первого тайма могут пропустить очень много голов. Как Родина, например. Ой, ой, ой. Ну, в общем, есть команды, которые... Ну, или, допустим, есть какие-то команды, которые могут противопоставить реально крутой медийный состав, с которыми классно было бы поиграть. Хотя бы чуть-чуть. Например? Точно не Родина. Мужик, поскольку я был в твоем кресле, я знаю, что это такое, когда одна шутка повторяется 15 раз подряд. Ну, я не знаю, например, с той же дружиной. Если они привезут себе там какой-нибудь медийный реально классный состав, можно было бы с ними порубиться, тоже выйти. Вот. Но я, опять же, я тренируюсь со всеми. Вот. Я как бы хотел спросить, ты тренируешься, плюс ты индивидуально тренируешься в зале? Да это просто. Просто мне нравится заниматься спортом. У меня вот сегодня тренер... В 8 утра. Мне, кстати, вот сегодня я встал на тренировку, мне тренер говорит, а давай через полчасика? И я просто полчаса пошел на баскетбольное кольцо кидать. Типа, знаешь, ну, мне нравится просто это. Короче, мне кажется, единственное... На старости лет, да, немножко. Единственный человек, который вот после турецких сборов оставил режим турецких сборов. Да, да. Да, вот с февраля я так и до сих пор встаю очень рано. В 7-8 утра стабильно, поэтому... Да нормально. Мне хватает спорта вот так, честно. Ну, то есть, типа, нет сейчас какой-то... Какого-то бешеного желания выйти на поле и кому-то что-то доказать. Ну, то есть... А вот именно по-президентски... Так, конечно. Пипец как хочется доказать, да? По-президентски. А можно персональный заказ на сезон сделать? Я хочу, чтобы ты купил себе облегающие джинсы, как у Михалыча. Водолазку, как у Михалыча. Переоделся ровно перед выходом уже на поле и бегал вот так вот, типа, по бровке, когда голы забивают. Ну, в целом... Как клоп. Зато я понимаю, что теперь у меня сфера влияния расширилась, знаешь, типа, теперь ты уже, когда не пытаешься выйти на поле, ты можешь вообще спокойно на бровке творить все, что угодно. Вот, и это прям хорошее слово. Я теперь понял других президентов, которые там разбрасывают, что-то кидают, орут. Впервые в истории мы это увидим, да? Да, я готов. Во всей карасе тебе, да? Запасусь с перформансами обязательно. Слушай, а когда это уже, твое понимание пришло к тому, что, ну, наверное, пора ставить и повесить... Слушай, да постепенно. Мне кажется, что еще в конце того года. Ну, мне очень сложно удался Медиалига 2 с точки зрения даже восприятия ее, потому что я смотрел, как... Ну, я там не так часто появлялся на поле, но я смотрел с бровки, и я не мог в себе зажечь... Ну, блядь, у меня не было переживаний. Я помню, мы проигрывали Реалити 1-0, и я, блядь, безэмоционально ходил абсолютно. Типа, ну, очень тяжело было как-то меня зажечь. Вот. А сейчас, вот, в процессе... Наверное, в январе я прям сильно загорелся деятельностью президентской. И я помню вот эти матчи, там, не знаю, с деньгами, с медиасборной и так далее. Как-то, блядь, я там лупил эти штанги, я не произволь, я не помню это. Мне потом Фикус или Тёма Чёрный закидывает, там, монтажёры кадры, которые это сняли, и я не помню, что я психовал. Ну, то есть я просто бейся был. Слушайте, мы имеем дело с психопатом ебучим. Слышается так. Кстати, это ваша вообще не здоровая херня. Третий президент, который будет психовать. Просто после... Боюсь, что после МФЛ мы отправим... Прикинь, Геру и Диму Егорову к одному психологу просто. Не-не, представляешь, круг, знаешь, анонимных алкоголиков, только клуб президента психопатов. Не, они сидят такие. Я надеюсь, что после МФЛ я не поеду с Егоровым к психологу к одному, потому что мне он не пригодится. Я надеюсь, что моя команда не будет заставлять меня психовать. Вот. Но в целом круто, когда у тебя есть эмоции, переживания очень искренне за вообще там за каждого игрока, за всю команду и так далее. То есть когда ты начинаешь немножко по-другому смотреть, когда я могу сказать Викторовичу и Алексеевичу, что я пришел наверх, посмотрю вообще там первый тайм смотреть вообще там с демицей, как играют, что как. И прям большой кайф получаешь, когда ты видишь, как твои футболисты какую-нибудь красоту невероятную там делают. А еще когда забивают, ты бежишь туда прям. Это все к тому, что медиафутбол ушел в большой футбол. То есть профессиональный. То есть президенты вообще не играют. Да, президенты не играют. Сборы, тренировки. Вот так вот мы хуесосили Жеку и Некита, да? А ну вот оно, вот куда все пришло. Уже как будто и... Как будто, знаешь, уже и понимаем абсолютно полностью. Слушайте, ну мне кажется, на Амкал самое большое давление в этом сезоне. С точки зрения... Ну как будто бы никогда такого не было. Мне кажется, сейчас такая критическая точка. Мне, кстати, честно говоря, кажется, что это больше у нас внутри коллектива давление создаётся. То есть, знаешь, как будто снаружи я не видел особо комментариев, чтобы люди писали, что типа, если вы в этом году не выиграете, то пизда вам. Нам же комфортнее. Мы в том году так сильно обосрались, что в этом уже хуже не будет. Типа невозможно сделать. Знаешь, типа любой клуб ты открываешь, неважно, английской лиги, любой там, возьми, Рексом, сейчас недавно, который чемпионат. Ты видишь, что это вот такая вот синусоида. Нельзя только всё выигрывать или только всё... Возьми великий клуб, там, не знаю, Барсу, которая там с Месси выигрывала все титулы, потом всё равно идёт спад, и потом... Ну, ты не можешь всегда вверх идти. Давай Баварию возьмём просто. Один мыслитель говорил, что мы Бавария. Не, ну даже если мы возьмём Баварию, мы же знаем времена, когда Барусия была первая, поэтому... Это Гера, ты про жизнь так говоришь, про Хосфутин. Про жизнь. Просто про футбол. Должен был что-то... А футбол? Давай, а футбол? Это жизнь. У тебя какие впечатления, ощущения? Ну, у меня ощущение... В том году, я помню, мы с тобой... Результат давлеет прям очень сильно. Ну, это понятно. Нет, я просто помню, мы с тобой в том году обсуждали, когда все эти темы, ты прям не очень доволен был, что не за таким ты приходил. Ну, то, что футбол стал более профессиональным, ну, конечно, я и сейчас это могу сказать, то есть я совсем недоволен. То есть, условно, мы вчера провели игру с ФК-10, а там играет весь состав КФК, и они ещё как-то умудрились обойти... КФК Росич. Да, обойти систему, сделать их медийными. Но я считаю, что это неправильно. Ну, то есть абсолютно... Нет, у нас же нет пока понимания, кто там этот самый статус медийный имеет. Я могу вам инсайт закинуть. Насколько я понял, там нет такого, что пытаются подтянуть какого-то конкретного игрока под медийного. Я так понял, что ребята придумали какое-то шоу, а-ля типа большого шоу, как у Азамата было, где там в течение нескольких выпусков, короче, один победитель, типа, получил, ну, и со статусом профи, получил с разрешения лиги статус медийного. Вот. Ну, типа вот такая... Ну, это, знаешь, это из разряда своеобразное читерство. У них есть крутой продакшн, есть большая команда, которые могут снять крутой шоу. Ну, такие же, ну, знаешь, типа какие-то свои ходы, вот у Амкау и Тудроц есть свои ходы в виде там оперативного набора внимания всей аудитории комьюнити, да, мы там можем быстро внедрить в контент и все, и сразу все знают человека, вот уже медийный. Ну, вот. Вот они нашли такой вариант. Ну, как будто это на самом деле и не прям плохо. Вот я об этом. Да, но не кажется вам то, что слова Васи Маврина вчера, когда он сказал то, что ФК-10 теряет свое истинное лицо и идет по стопам Броуков, вам не кажется, что он прав? Ну, видишь, мы сегодня с Васей как раз на трине обсуждали это. Мне кажется, что изначальная концепция ФК-10 была же не в том, что у них главные действующие лица там 90 минут на поле проводят. То есть, ну, они их выпускают периодически как-то, подсвечивают это, но все равно весь действительно контент самого, мне кажется, первого выпуска у них был в том, что они сидят вот на диване. То есть, у них именно сразу отвлечение внимания на бровку. У них президенты, это президенты, а не игроки, а потом типа решили стать президентами. И как будто, ну, концептуально, ну, может, не сильно-то они потеряли. Мне больше кажется, что они потеряли в плане лиц. То есть, вот, например, я сегодня у Васи спросил, я что-то... Только сегодня просто понял, что я не увидел вчера Цая, по-моему, который вот с прической. Ну, его вчера не... Он уезжал, но он остался в команде, он записывает. Ну, просто его вчера не было, я не видел. Там был Цэн. 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 Вот, ну, естественно, там Вити Кравченко не было, хотя он там был одним из действующих лиц. Я понимаю, что он уехал там. Чала не было, хотя тоже как одной из главных действующих лиц был. И в плане вот... Вот в этом они сейчас Кирея делают основным лицом. Ну, скажем так, несмотря на то, что можно воспринимать, то есть там какая-то доля правды есть в словах Васи, да, там все хотят, чтобы было более узнаваемо, более медийно, но по факту они сейчас находятся в первой корзине, да, на этой жеребьевке. Абсолютно по делу. Ну, типа, это 100%. Ты понимаешь, что они имеют свои цифры, которые больше конкурентов, они имеют своих там узнаваемых лиц. У них нет даже среди узнаваемых лиц того, кто ушел. Например, знаешь, если сравнивать с броками, ты можешь назвать три состава людей, которые были яркими лицами, типа там, один турнир, и ушли. Опять яркое лицо, опять ушел. А у них все эти лица, они есть. Они как бы просто взаимозаменяемые. То выходят на поле, то на бровки. Ну, то есть третья команда именно вот в медиа-комьюнити. Ну, для меня десятка. Ну, для меня десятка. Витя, скажи «Родина медиа», там же тоже все хорошо. Родина медиа, конечно. Ну, не, а расскажи вот про «Родину медиа», там, ты сказал, хороший уровень тренировок, то есть все очень больно. На «Родина медиа» очень сильная команда баскетбольная. Я думаю, что ты вообще с подъебать пытаешься. А, нет, нет, пипец там в рубку было. Если что, тебя подъебать не пытаются. Не-не-не-не, ничего страшного, я серьезно отвечаю. Ну, типа, уровень тренировок вообще я офигел. То есть, Но я думал, что будет даже более лайтово, чем есть То есть, грубо говоря, тренируемся мы как вам, Каля Только с единственным отличием, что мы еще кушаем потом вместе Вот главная моя приколюха, вообще я просто в шоке был У нас тоже самое, мы просто не едим Мы по грубкам кушаем У нас просто кто-то любит одну кухню, кто-то другой Опять вы копаете вот эту атмосферу, вам, Каля Миша, то, что вчера там на подоконнике сфотографировался Все вы копаете У нас, кстати, дуб индивидуально ест И заметил, заметил, да? Это я заметил Мы с ним каждый раз, когда сталкиваешься, мы такие Просто, ребят Вроде не менее, все тоже, типа, суперпрофессиональный уровень Но вопрос в другом, что сейчас таких команд, которые на суперпрофессиональном уровне Когда я сталкиваюсь с кем угодно и с другой командой Я такой, сколько раз тренируешься? Он такой, да я всего лишь шесть Я такой, я тоже шесть, мы, типа, расходим Сколько раньше тренировались мы? Два, три Раньше футбольный составляющий результат не был так сильно значим в этой Ну, опять же, во время турниров Как только турнир закончится, один, второй, третий Опять наступит большое количество времени Все будут в ступоре, когда тренироваться будет ни для чего, не нужно Ну, я думаю, ты бы охуел, честно говоря, сейчас тоже Если бы на Мкаловские трени недельку походил, блядь, на прыжковую бы пришел Ну, это знаешь, типа, у нас тоже, мы недавно, то есть, общались там с Олежкой, дружоком Который, ну, тоже там где-то в сентябре уезжал из Мкала И для него тоже еще тренировки остались вот те, которые чуть вот только-только Иваныч закончил Нет, ну я зацепил же, конкретно зацепил еще Когда Макс был, просто Макс поменялся на Маргарит, насколько я понимаю И все, то есть, типа, когда был Макс, я сейчас тоже к Максу схожу И Макс такой, типа, да все, все нормально, все прыгают, все фигачат И я тоже такой, мы приходим, первая тренировка Родины И я думаю, и они говорят, все, идем на паркет в зал, типа, знаешь, такой обычный зал паркет Мы ложимся, я такой, ну, сейчас просто раскатаемся там Вот так, 30 планок, все боковые, там ротации фигачивают И я такой, Макс, Макс, Нагибин сразу, ты понимаешь, вот эти, вот сюда, рука Я такой, все понятно, потом говорит, так, сейчас резину попрыгали Я такой, первый час, я такой, вы что, охуели? Мне Нечай, знаешь, что ты писал? Ну это не из ДФ, блин Я выложил ролик с, это по факту еще Заранее извиняюсь, заранее извиняюсь Я знаю, мне тоже надо, кстати, извиниться Я знаю, как это пойдет Это тебе не лангейм О, да, это тебе не лангейм, да И Нечай мне пишет, типа, Вить, посмотрел ролик твой Почему коряка дает пять кругов бегать перед тренировкой? Почему так много, блядь? О, как охуели совсем пять кругов? Я такой, да, мы всегда два бегали Он такой, вообще ненормальные люди То есть даже пять кругов, блядь, представляете? Слушай, а по медиа составляющей, что у Родины? Блин, по медиа составляющей, я думал, что, да честно, думал, что гораздо хуже все будет А в итоге мы иногда даже собираемся два-три раза в неделю, конечно Не сравниться там ни с Амкалом, ни с дротами Хотя дротами, конечно, тоже нифига не собираются Они просто фигачат, клепают, типа, и все Я говорю, когда я в Казахстане был на Астане-арене Я каждый раз приходил тренироваться с ССД Они все клепали, клепали Им 30 дней подряд они фигачили Я такой, господи, вот это работоспособность, блядь Даже Даня Краб всегда был вовремя на всех съемках Я просто в шоке был И мы там собираемся, обсуждаем, что снимать, как снимать Но это понятное дело, что это, короче, как Амкал этот уровень и тот рост этот уровень Прошли еще, грубо говоря, год назад То есть, типа, мы такие сейчас садимся и говорим Блин, как снимать матчи сейчас? А вот помнишь, да, типа, это было когда? Вот год полтора назад, типа Наверняка это сейчас всплывает, типа, как это делать лучше, в каком формате Но эти обсуждения такой Да, такое бывало у меня не один раз И вот примерно то же самое Но они стараются, на самом деле Мы все стараемся, я стараюсь помогать, чем могу Конечно, мне не особо помощник из меня, но все равно Стараюсь помогать, чем могу Так что по медийной составляющей надеюсь, что мы прибавим Ну ты сейчас сам в медийной в родине Из игроков, я имею в виду Я не буду там текилу Не, не брать текилу Тарасову Да, получается так, думаю, да Слушай, ну Если этот самый обсуждали, как снимать матч, а саунд дизайн вы обсуждали в роликах? Не, через год, через год, брат Через год Фикус Через год Теомич Просто тынь с вам туда Это локально, извините, локально Вить, слушай, я знаю, что я хотел спросить? Вот лично Вот Вася Маврин Сказал мне про Казахстан интересно Когда ты был в отпуске небольшом И я получил травму Игра с Тудроц Тебя не ёркало сердечко, что надо полететь, помочь пацанам? Да и мы, блин, это вообще известная история Мы это с Герой обсуждали тысячу раз И я говорил, что конечно ёкнуло Ну то есть нереально ёкнуло Но вопрос в другом, что типа Мне, грубо говоря, родители Вот без шуток Мне папа сказал, я тебе щелкну, если ты приедешь Вот ну без привлечения, он сказал, я тебе щелкну, я вообще типа можешь домой не заходить Ты бы приехал, он такой Может ты неправильно понял А не, ну типа, понятно дело, он там не со злостью ты говорил Он говорил, типа нет, не надо вообще никак И когда звонила мама, вот Пожалуйста, не надо Я такой Бля, я должен А ты как Ван Дамм на двух грузовиках Вот так вот наросяжки Нет, он был на другом, блядь, грузовике Я им говорю, я тебе куплю билет, сюда приедь Ты играешь, и сразу на самолёт Я тебя лично вывезу Отлично В чемодане А потом моё мама Мы бы все на носилку Извините, пожалуйста Ну короче, вот такая ситуация То есть, грубо говоря, ну причины понятны, почему не приехал Вот и всё А Вася Маврин, может, что хочешь? Нет, ну а следующее, подожди, почему То есть не было, вот Гер Не было опции того, чтобы Витя вернулся с Казахстана И с нами тренировался Так не, ну я же предлагал, я же всё, конечно И всё, да, это факт И ты просто сам решил просто вот вывозь То есть сам решил для себя пройти вот этот путь Что он не вывозит конкуренции и не поедет Спасибо, что можешь прямо Я просто, знаешь, виляю Я надеюсь, что с рано или поздно ручки вспотеют У меня уже нужно пожать их Чтобы уже можно Они ещё футболка жду, когда у них потечёт С подмыха типа У меня вроде чуть подгорать начала Это из-за контры, понимаешь, что я регулярно уже В это время ты в контру играешь Как бы организм примут Это факт Так, на чём мы остановились? Ну на том, что ты просто сам для себя выбрал Что вот путь уйти в другую команду И возможно доказать Ты же человек амбициозный По итогу, да По итогу, да Ну типа я тоже тысячу раз говорил о том, что типа Ну надо, чтобы верили максимально Этой веры не было Но это же реально типа факт И откуда у Гири она взялась бы Если типа, блин, его полгода не было С чего вдруг я должен такой типа Да это же тот самый, блядь, Витя Блатов Ну типа с чего вдруг Никаких вообще претензий к этому нет И поэтому я такой Там, где верят, туда пойду Было много вариантов Я выбрал Родину Медиа Просто потому, что типа Из-за бабок, блядь Из-за бабок Вы просто столько там наваливают Павла Тизер есть Тизер есть Есть, есть Я знаю, что у тебя зарплата Ну почти в три раза больше, чем вам Кали Вроде на Медиа Да, да Но, блин, Герас верили того, что Если бы я реально шел за деньгами Тоже это говорил То я бы пошел еще на спорте За полмиллиона рублей Там уже до тебя все растащили Да, да Я опоздал просто Да, ты потом бы попал вот в эту компанию XXL, Краб В тот вагон я бы еще успел бы Зато похудел бы Чуть-чуть бы на фармию На фармию похудел бы Как минимум ты бы точно был в игре Да, по факту Витя, какие были еще предложения? Ну, народная команда Броки Деньги Блин, деньги Это вообще шедевр Это просто мы с Михайловичем сталкиваемся Я, Михайлович, Стас Поднимаюсь на эскалаторе Наверх вот на открытие арены На эту Жеребьевку И Стас идет такой Поворачивайся на Михайлович И я такой О, здорово, Витек Класс, кайф Вернулся Откуда вернулся Стас спрашивает А что Витя не в деньгах А в родине Михайлович Я его звал Честно звал Стас А не было Я его честно звал Так Михайлович Привет, когда в Москву? Я такой Да вот Ну, типа Через месяц где-то точно Уже вернусь Крайний срок месяца Скорее всего раньше Он такой Ну ладно Дела-то у тебя как? Я говорю Да все хорошо Я его поспрашивал Все, вы пообщались И он такой Ну ладно Давай, пока И Стас его поворачивается И в панике Я честно ему предлагал Там между строк просто было Я честно ему предлагал И я такой Нет, не предлагал Михайлович смотрит У меня в панике глаза Я такой Да было-было Ладно Я пошутел И Михайлович такой Нормально, спасибо А вот смотри А вот смотри А ты реально думаешь Что этот разговор останется На нас четверых? Нет, конечно Просто у Гарда Мы максимально Потому что мы потом Все еще до выезти Или это вообще был Разнос Когда Михайлович Знаешь, глаза Тихо Да Стас Да пойми Ну Стас Пойми И он тебе так Витя, ну скажи Скажи Да, ну скажи Ну вообще у Гарда Было А смотри Представь ситуацию Что деньги и родина Предлагают тебе Одинаковые условия Куда бы ты пошел Слушай, ну на тот момент Это зависит Знаешь Вот когда мне позвонил Саня Алё, алё, алё Так Нет, когда мне позвонил Саня Потом написал Дима Тарасов То, типа В каком ключе У нас пошел разговор Меня супер Стой, стой, стой У него в голове Вот как Джимми Нитрон Думай Думай И там просто процессы Можешь в сайте Можно этого Алана Помним, когда он В казино Блэкджек играет Вообще спокоен Как удав Что вы меня сразу Так обижаете Ну короче И то, как они со мной Разговаривали Мне очень понравилось И то, что типа Не те условия даже А знаешь, типа Формат разговора И это не называется Типа прям Сильное вылизывание Жопы Надо было Ну вот ровно Как надо Прям Это типа Иными словами Текила и Тарасов Вылизали тебе жопу Тебе это понравилось И поэтому ты пошел В родину И заплатили В три раза больше Чем Амкал Ееееееееееееееееееееееееее Просто мне нравится Из-за бабок Я вроде бы не менее Из-за бабок Это было не просто Вылизывание жопы А вот как надо Все для Титера Как твое интервью Как твое интервью сегодня Как твое интервью сегодня Разобрали Вот так же сейчас Меня могут использовать Страшно И в общем Формат их разговора Только не донесли Вообще Суть Смысл моего присутствия Там типа И на поле И в медийной сфере Мне супер понравилось И поэтому я даже Ну не раздумывал Точнее Я пораздумывал И потом согласился Вот так Потому что Остальные предложения Были не такие интересные Можно последним вопросом И идем от этой темы Давай Зарплату вовремя платят Да Хорошо Вообще Я бы даже сказал У меня есть информация Что тебе вам калибр В три раза быстрее Первую зарплату Даже заранее скинули Вот так Ребят Этот подкаст Так же и как любой ролик Вышел при поддержке Моих корешей Из тенниси У них всегда есть подгон Для вас Поэтому переходите В закрепленный комментарий Регистрируйтесь Вводите промокод газ Забирайте бонусы До 17 тысяч На первые три депозита И помните то Что у тенниси Бонусы бесконечные Слушайте Если вот десятка В порядке Родина-медиа В порядке То есть Единная составляющая Футболисты Кто будет в этом году Вот прям такой Откровенный Аутсайдер Провал по всему Ммм Сейчас Мне нужно найти Список команд Я все время забываю Мне кажется Сахалинец Мне кажется Вообще никто не будет То есть именно В футбольном плане Не будет аутсайдеров Я уверен Что как бы там Не тренировались Амкал Родина-медиа Дроты И так далее Не будет такого Что типа Мы вышли из группы В футбольном плане Точно не будет провалов Потому что Все футболисты Сейчас Ну типа Нет ни одной команды Которая Даже если кто-то Проиграет крупно Это ничего не значит В следующем матче Эта же команда Может выиграть крупно У любой другой Ну типа Вот откровенно говоря Слабых вообще нет Если раньше Можно было Знаешь там О Знаешь вот когда Тудрос попали в группу Б Типа мы на сигарете Там можно даже Проиграть Рубину Они там все равно Ну типа Выйти где-то Десятым составом Поиграть и так далее Сейчас такое Ну невозможно физически Потому что все Соперники Очень лютые Ну в плане футбольном А вот в плане контентном Непонятно Что может дать Народная команда Кроме фанатов Это фанаты Супер Классно Непонятно Что еще Можно получить Непонятно Что будет сахалинцем Учитывая Что у них еще И канал сейчас Наебнулся Разбанят Не разбанят А это чего Опять же Мишка травмирован Литвин Это тоже Тоже наложат Явно Ну то есть Типа знаешь Там одно дело Когда он в дебютном матче Он играет во сно И все такие Вау Вся его аудитория Следит за этим матчем А другое дело Когда он будет на бровке И мы уже знаем Суперзвездные люди Когда на бровке Это не так сильно дает Ну типа Та же десятка Ну типа условно Для меня Ну я конечно Понятно что многие Могут поспорить Ну типа я не знаю Там Азамат Мусагалиев Там в плане Узнаваемости Более узнаваем Чем блогер Любой вообще В России Поэтому ну типа Это не дает Таких охватов Футбола Но очень узкий Ну типа знаешь Там с записками Прикольно весело Там с дверью Когда они там Что-то выбивали Там с боксеров Пародировали А там через ритм Типа очень классно Прикольно Но очень узко Узко так что пиздец Как будто кроме Узкого количества людей Которые следят Конкретно за игресси Это типа Ну не выходит дальше Ну то есть Людей на трансляции Не прибавляется Дружина Дружина Уверен что будут Чуваки делать Какие там танцы Еще что-нибудь Все круто Классно Но опять же Очень узко То есть типа Как будто бы Есть какая-то мини Нет у многих команд Нет разных Типа Нет разносторонности Что они могут показать Там могут и станцевать И спеть И контент у них классный И команда сильная Ну типа знаешь Таких вот мало Которые типа Разносторонне развиты У многих есть Какая-то одна фишка И после второго матча Эта фишка может Ну вот Вика правильно сказал Наверное Дружина со своими танцами Ну то есть даже условно Смотри Возьми ту же родину Типа у чуваков Есть там Вот сейчас баскетбольная команда Да там Она пускай это локально От футбольного Но это тот же канал Есть свои звезды Которые там получают Лучших игроков И так далее Есть формат Тарасова Где он ходит по домам Да там У Слуцкого То есть это все Все равно формируется Вокруг родины медиа Ты получаешь Какой-то разносторонней Узнаваемость И так далее Ну то есть это Уже не только сильный На футболе Но еще есть Вот здесь Здесь есть еще И в это играют И здесь смогут И там смогут Вот этим были прикольные Условные козлы Когда там И в контру Что-то могли залететь Еще куда-то То есть типа Когда не только чем-то Одним Ну просто условно Ты можешь себе представить Что дружина Может участвовать Там еще не знаю В контрстрайк играть Или еще куда-то поехать Или там Ну вот игра Кроме того что Могут Ну как Ну короче Тут даже знаешь В футбольном Аспекте Ну в рамках МФЛ Типа дружина тоже Так они Как темная лошадка И непонятно вообще Чего от них ждать То есть чего же там Говорить наверное О других Ну вот у нас игра Я говорю У нас народная команда Ты понимаешь что Кроме того что Эти ребята болеют за Спартак В основном играют Выпускники Спартака И у них есть фанаты Спартака Ну типа это все Вокруг одной вот этой идеи Спартак-спартак А типа Ну что-то еще Я думаю что Коля и подкупила Вот эта картинка С активными фанатами Спартака Которые забьют Весь стадион Ну то есть А-ля там Одну половину То есть это подкупила Красивая трансляция Ну видишь она Эта история Не сильно мотивирует Там Као и Тудроц Мы и так видели Полные трибуны Неоднократно Мы не будем играть С народной На суперогромном Типа знаешь условно Если бы это был Разговор о том Что мы без У нас рекорд там Типа 15 тысяч У Тудроц 15 500 А с народной Мы соберем 25 Вот это вопросов нет А когда мы говорим о том Что ну типа Это будет Там не 3 тысячи А 3 500 Или там 4 тысячи Ну в целом Это не сильно Как будто бы влечет Будет круто если То есть На Амкал то придет Этот движ А придет ли этот движ Когда народная Будет играть с агрессией С дружиной Ну вот в нашей группе Например Народная агрессия Сколько будет людей Будет ли там тысяча человек Или пять тысяч человек Прокиньте просто Короче у народной команды Лютые ультрасы Будут ходить Избивать детей Которые болеют за другие команды Типа Ну вот этого хотелось бы избежать Пан сектор дротов Просто забьют на камеру Как Инна Фарзярова Ты умеешь пробросить Отличную мысль Опять же Вот это им вопрос Опять же вопрос Вопрос Насколько Ну то есть типа Ультраскидетей Я люблю женщины-детей Потому что я красавчик Ультрас Спартака Очень уважительные Мужчины Взрослые А мы понимаем Я тоже их уважаю Что медиафутбольные А я на Спартак болею Медиафутбольные Фанаты В большинстве случаев Могут быть несовершеннолетними Вопрос взаимодействия Ну то есть условно Если какая-то Хотелось бы избежать Вообще в целом Да там всех там Кричалок и так далее Но если прозвучит Мы знаем например Матч Амкалу и Тудроц Когда обидная кричалка Это каждая вторая Ну так сложилось Исторически Но Все это осуждается И старается Чтобы там не выходило Руку прикладства Вопрос Если кто-то что-то Пробросит Из любой Не обязательно Амкалу и Тудроц А из любой Фанатского сектора В сторону Народной команды Ну и Блять как Как разруливать Этот конфликт Я тоже не верю Что там Какие-то типа Такие дураки будут Грубо говоря Которые такие О боже Нас оскорбили Мы пойдем драться Потому что явно Ну я знаю Руководители народной команды Тоже адекватные мужики Которые плюс-минус Понимают Что нельзя Какой-нибудь отмороз Который придет Так меня послали нахуй Пойду и забью Десять человек Ну такого точно не будет Но вопрос Главный вопрос Я думаю Что народная команда Принесет в медиалигу Что-то крутое Это если будут Забиваться Ну стадионы Или стадион Там москвич Неважно Насколько я понимаю В москвиче втором На искусственном Сколько это вместимости Там меньше тысячи Меньше тысячи Типа Но если хотя бы На каждый матч Народной команды Будет полная Вот этого тысячи То это уже будет Типа Блин Классное вложение Не зря мы их взяли Если будет наоборот То Еще интересно Сильно ли это повлияет На например Цифры Я беру именно Народную команду Против других команд Не против Фомко Я понял Да Типа Именно в лайве Да Видишь Это на самом деле Такая загадка Потому что Вот фанаты Реально Спартака Они же повсюду Народная команда Не зря Я думаю Что кто-то может Посмотреть Типа на Прудникова Который свои Там года играл Не плохо А мы знаем Футболистов С большими именами Которые играли Там условно В наших парнях Да Алексей Гасимов Давай есть Подкалывай Быстрее Быстрее Я против Короче Есть огромный Стак футболистов Которые были в заявке И доезжали Во-первых Не тренировались А на матче Доезжали два матча И со всеми Деолиги Вот вопрос Действительно ли мы Увидим Баженова Например В каждом матче Медеолиги Или там Прудникова Я просто на секундочку Ну типа То есть после игр Не пьете? Мы же готовимся Там наш тренерский штаб Разбирает матч Есть возможность Какие-то трансляции Посмотреть на роду Ну я их не видел Практически Там по-моему Ни в одном Баженово Я по-моему Ни на одной игре не видел Да это кстати факт Ну то есть Типа есть какие-то Футболисты Которые заявлены И вот непонятно Они будут по итогу Или нет Слушай Поднародный Мне кажется Можно подытожить Если будут Забиты все трибуны На их матчах Это тогда вот так вот Снимаем шляпу И они кандидаты На первую корзину В следующем году Если нет То ну типа Жаль конечно Есть вот еще одна Интересная команда Козлы называется И ты понимаешь Какой вопрос Сейчас хочу задать Козлы По скопам вы общаете Про нелегального букмекера Потому что мне кажется Вся лига будет от этого страдать И плюс Смотри Вот если мы с ними играем И ты захотел выпустить ролик То тебе придется блюрить Каждую футболку Ну здесь немножко Нелогично Задавать мне этот вопрос Во-первых Я ненавижу Играть в санитара леса То есть Я не такой Я не так сильно слежу За остальными Как да условно Там Фигуре Сипскана и Фикус И по большому По большому Счету Я очень часто В таком формате Если кто-то Где-то что-то накосячил Ну подъебать я могу А так типа Буква Ю Вот И в целом Без разницы Так же и с ракетами То есть условно Я не сильно Буду гнаться За тем Чтобы конкретно Я заставил Другие команды Выгнать таких игроков Если у меня игрок В команде будет То естественно Мы будем прощаться Если в моей команде Будет игрок рекламировать Условно ракеты И так далее Будем точно принимать Какие-то там санкции Но контролировать Все команды И такой Ага У вас Урод в команде Выдавите этот прыщ Ну типа Вот таким не хочется быть Просто потому что Не так сильно Вообще Меня интересует Все что Мы с этими командами Пересекаемся Только на медиалиге И все Ну то есть типа Я хорошо отношусь к Гуди Я знаю его Ну типа У него куча разных проектов И Ну мне например Ничего не будет Если я матч с козлами Не выпущу на канале Ну да Я просто могу Я могу выпустить ролик На 30 секунд И написать Чуваки Мы выиграли И типа счет Вон Форзар покажет В камеру И мы с саунд дизайном Этим за финалем Так что вы охренеете Вот Локальная шутка Я просто Насколько Может быть ты общался с Колей Вот как Коля Вот как сама Вот именно Букмекерская контора Которая рекламирует Лигу Как она к этому относится Я не общался По этому поводу с Колей Ну я могу тебе сказать Что Букмекерская контора Которая Курирует Лигу Она относится Мне кажется К этому так же Как ко всем другим Букмекерским конторам Которые Легальные Не нелегальные На футболках Просто смотри Есть две Еще вещи Во-первых Ну Не стоит забывать Что У меня канал был В день моей свадьбы Заблокирован За рекламу Нелегального Букмекерской конторы Вот прям в день свадьбы Я проснулся В 6 утра Я должен ехать За женой Ну еще тогда Невестой И у меня канал Просто в России Не отображают Все его нет Он в бане В Роскомнадзоре И мне пришлось Там вырезать 23 сентября 19-го года 17-го Вот Ну короче Садись 5 В этот день В этот день В 6 утра Я создал канал Лег Ласик И собственно говоря Вот до сих пор Этот канал ведется Уже не мной Правда Но суть в том Что мой канал Отбыл в бане За это Почти год Он был заблокирован Роскомнадзором Мы туда ролики не могли Далее нам пришлось Написать письмо В Роскомнадзор Прям физическое письмо Типа Свозить его Вот этот Офис И через год Мне его разбанили С тем Чтобы Прислали Перечень видосов Из которых Я должен был Вручную Отрезать Ту рекламу Которую Нельзя было И мы Далее сменили Типа спонсора И так далее Ну то есть Знаешь Типа Мой канал Отсидел в тюрьме За Типа Нелегального Как Володя XXL Получили Ну типа Да Вот Поэтому Далее у нас Такой истории Не было Но опять же Мне кажется Что это в первую очередь Будет проблема Гуди Ну то есть На его канале Я не думаю Что Собщика Футболки На чужих Формах Будут каким-то образом Сильно влиять На твои Там Ну что это Тебя за Просто картинка Ну блин Я не знаю Мы прилетаем Условно Мы прилетаем В Казахстан Вон Ребята прилетали В Казахстан Играть на турнире Который называется 1xbet Там везде Все висит В 1xbet В России 1xbet Нелегальный Есть 1x ставка Но в Казахстане 1xbet Легальный И типа Ну играют И все Тудрот же Выкладывали Эти видосы Одинаково Совершенно Ну то есть Есть какие-то Ну вот И как бы Есть вот такая Сторона медали Которые Ну как бы Тудротцы видосы Не банили За то что они Там все В 1xbet Было У них же На футболках А у White Nights 1x был тоже Да У 1x Но у White Nights 1x ставка 1x Сейчас по-моему Да Я не знаю Раньше было нет 1x ставка Ну короче Вот у SD Family Мы же летали К ним играть Трансляции На наш канал На их канал Была неоднократная У них везде 1xbet А по составу Козлов Кто-нибудь Видел Ну козлы Какие-то Вообще Я видел Я видел только Иконки клубов В которых они Играли А ты футбиков Не знаешь Я знаю Иконки Ну в общем В премьер-лиге Все поиграли Но блин Диак уже Поиграл в премьер-лиге Но явно Не в той форме Чтобы его оценили Типа Диак Нифига себе Это что за защитник И половина из них Ну ты бы повалтузил его Проблема Диака В том За родину Повалтузил бы его Конечно Позвонки бы Повыкручивал Я понял На чем ты позвонил Заголов Ты будешь бежать Ну короче Идти будешь На него И Он будет улыбаться И просто тебе Это Отражать Ну вот Поэтому Типа я видел Что они там Все в премьер-лиге Играли Ну опять же У Гуди Есть особенность Очень крутая Ну типа Во-первых Он старается Ну понятно Что сейчас Он тоже ищет Читерные ходы Приглашая Например Каких-то там Звезд Которые Ну якобы Бывших игроков В РПЛ Да Это какая-то Своя история Этих Во-первых Главный тренер Я считаю Что он Еленка Во-вторых Перформанс Какой бы он не был Там Студрот С кучей людей Которые Где там Ну там Рэперов И так далее Где там У него на поле Илона была Кренец Был этот Чувак в маске стоял Который был Джарах Слушай Типа смотри Для меня По-моему В эту А нет Стоп Погоди Это по-моему Гдячок в маске Вообще первый матч Короче Суть в том Что для меня Например Эта история Не близка Но какие-то Свои движухи Которые точно Дают профит Лиге Он точно Может сделать И Я не знаю Что он Прямо ожидает От него В наш матч Он может выйти Играть просто В супер серьезный футбол С профессионалами Которые у него есть Но опять же Если он Он там Говорит Что он перевезет Например Александра Глеба Ну все же кайфанули От игры с Глебом Когда мы играли в Минске Ну типа Чувак в кроссовках Нахуй был беговым Он просто Передачами разрезал Он принимал Одним касанием Разворачиваясь От двоих-троих Наших ребят Которые тренируются По шесть дней в неделю Сейчас Ну то есть И это большой кайф Сыграть с такими Звездами Короче Гуди молодец Получается Ну типа Там будет нелегальный букмекер И ты дальше Признан Спасибо за Признан нелегально Не ну Нелегальная контора Это плохо А как вы думаете Вот с сюжетной точки зрения У меня почему-то есть Опасения Касательно третьего сезона Что Вот именно Аспект зрелищности Из-за вот Большого количества Ну профессионалов В третьем сезоне Еще больше Чем во втором сезоне Что как будто Это еще может Более негативно Повлиять Железо вообще Вообще железо Все будут играть От обороны Все будут играть Максимально сухо Даже возьми наш матч С десяткой Как только появились Огромное количество Профессионалов Бывших Ну или ребят Которые там играют Ну да второй тайм Минимум голов Минимум опасных моментов И все это Ну как бы Короче С чего начинается Профессиональный футбол С обороны Как всегда Ну то есть И там с резкого Перехода Из обороны в атаку Поэтому все пытаются Сначала сохранить Свои ворота А затем уже думают Как бы там что-то забили Я думаю что Особенно в последних турах Ебать сколько сухарей увидим Ну типа там 1-0 0-0 2-1 В втором сезоне И третьем сезоне Я почти уверен Что если там Во втором сезоне Грубо говоря Забили Я думаю там В первом За меньшее количество матчей Вообще да В третьем Грубо говоря У Триру будет там 90 Шугар, Тимбер Работайте братья Я уверен Что счета там Какого-нибудь там 5-0 Или 8-3 Такого вообще Железа не будет Ни с одной командой А ну хотя Матч ТВ Ладно Не ну на матч ТВ Не говорят Они единственные Кто пока мне работает Я хочу знаете Спросить Понятно то Что у Вити Будет Другое мнение Лучший финал С точки зрения Ну понятно И для вас И для комьюнити В целом И для лиги Для всего Со всех точек зрения Ну Амкал Тудрос А типа по командам? Ну да Ну амкал Тудрос Понятно Без шагов Родина медиа Амкал Если взять Без всего комьюнити Соотношение количества Человек То типа из себя Амкал Тудрос Но мы же берем Для меня Конечно Родина медиа Тудрос А ты будешь праздновать Он же отвечал Да Будет скромно Может быть это правда скромно Но чтобы болельщиков не зацепить Главное Остальное это Герман Я такой же не Просто скромно Покажет Вот инфу Что короче Кто-то пытается продавить Медийный статус Не помню какая команда Не буду врать Просто чтобы Ну допустим Родина медиа Да Я даже сбивался Кого-то сказали Что чувак Наснимал там Шорцы Но он их наснимал Он еще просто Не начал выкладывать Но он наснимал Типа пиздец Это очень сильно И я такой Во Вот это Статус авансом У нас человек 300 видосов Он просто будет В ближайшие 5 лет Пока еще не начал Слушайте А как думаете Насколько сильно Будут исполнены Все обещания Президентом лиги То есть Как например В том сезоне Обещали центральные матчи На больших стадионах Какие были обещания А в Москвич Что-ли Да Ну серьезно Какие именно Конкретные обещания Просто я не особо В курсе всего этого То есть большие стадионы То есть центральный матч тура Так же как обещалось Это и во втором сезоне Будет проходить То есть это будет выезд Казань Нижний Новгород Какие большие стадионы Были во втором сезоне Открытие Открытие Я играл Да Волшебно было Реально Единственный матч на МФЛ Был на открытии Как бы вообще Ничего не знаю Я короче Вот единственное Отвечу коротко Как в мемчике Типа я уже ни на что Не надеюсь И ничего не жду Это Вот как в сказке Про мальчика и овец Вот блин Это на самом деле Для меня загадка Сколько И Волков Он мне не вызывает Какого-то лютого негатива Потому что он такой Типа добрячок И все И прочее И как бы Он вроде даже Отзывчивый И там Ну как-то Идет на контакт Он там знаешь Нишкерится где-то Но потом он Типа что-то понаговорит И потом как бы За это начинают спрашивать А уже как бы И ничего как будто И не ответить И не знаю Я Не могу сказать Что у меня прям Ухудшилось отношение Какое-то Я разочарован А в этом сезоне Будет рейтинг Медийной активности? Ты слышишь, что ты сказал? Я разочарован А заплатят тоже Я разочарован Заплатят 149 в январе Я хотите Расскажу Как мы потратили Деньги за медийную активность? Мы знаем А я знаю Ну ладно А, расскажи Ну расскажи Неинтересная история Я хочу Расскажи Ты знаешь что Ну типа То что ты знаешь Не все Публикуется Ааа Точно Мы же еще Никто никому не рассказывали У нас было 300 тысяч рублей Блять Да, я сейчас Прямо 300 тысяч рублей Две жвачки Чувак Одна скрепка Чувак Я сегодня Блять налогов Нахуй заплатил На 337 тысяч Это больше чем За медийную активность Блять канала С тремя с половиной мультами Мы оплатили Как раз налоги И еще 17 тысяч С фореза взяли Вот так вот Мало пиздец Тебе Гера За медийную активность Отдал Я сказал Чтобы я платил налоги Это знаешь У нас next level Я в первом сезоне Просил в долг На билеты И сейчас я прошу В долг Чтобы оплатить налоги Это мой шанс Короче Мой шанс Выкрутиться Немножко Под конец Этого подкаста Венгер Да Платил налоги Форзе То есть просто Медийную активность Я платил ему налоги На всякий случай Уточняю Просто чтобы Мы все это поняли Но это не пойдет в тизер Хотя бы чтобы шанс был Понимаете Короче куда мы потратили Сейчас подожди пожалуйста Одну секундочку А сколько Витя сыграл за нас Вот примерно твоя доля Спасибо Виктор Это 30 минут вам кали Это 30 50 рублей А в результате за рубин Это 30 минут на открытие арене Все остальное Тут тоже Амкал своевременно выплачивает Я сейчас ставлю пока вот тут Пускай они лежат Просто запомните Запомните Амкал своевременно все выплачивает Посмотрим Может она какая-нибудь 18 Твой бывший Мой бывший 17 Гриня Я нынешний Видите И дуб И гол Гол написано И Майк 231 тысяча рублей Потрачено на баню Это правда Блять на пиздец Прикинь 231 тысяча рублей На баню 40 тысяч рублей Это колонка В раздевалке Стоп нахуй В смысле Мы же скидывались на нее Не-не Только ты один Я блять деньги перезинюл Погоди Нет Ты штрафа Попати Не-не Я плачу Еще Еще Где-то там В районе 15 тысяч Мы потратили На роулы Не такие Сашкой Очень поздно На роулы Вот эти Раскатываться И Кончились деньги И еще За налоги Я путем Пойдем 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 И на влоге Там 1020 Большое спасибо Ребята Вись Спасибо, что сделал этот выпуск Просто шедевральный Тебе большой Удачи Удачи Но только не в игре С Амкалом Просто хорошо сыграй Но без результативных действий Ты это умеешь Я знаю Конечно Поряд С тобой увидимся Генн Валерьевич Вы всегда лучший Всем пока Обязательно подписывайся на ребят Все ссылочки будут в описании